Для начала российские войска вскоре уйдут. Они не останутся. Нас не будут спрашивать. Россия сама уйдет. Закрепление сегодняшней России в Армении обманчиво. Она сегодня закрепляется, чтобы продать нас на выгодных для нее условиях и графику. Только потом уйти. В своих ответах на предыдущие вопросы я сказал, что Москва теряет свой статус и потенциал. Она больше не в силах. Если сравнить ее со спортсменом, то если Россия раньше была спортсменом, который мог поднять штангу весом 250 килограммов, то сегодня с трудом может поднять 150 килограммов. Разумеется, она должна освободиться от своих буферных территорий и сбросить груз. И что будет дальше после ухода России? Естественно, если в это время мы не начнем процесс трансформации фактор, субъект, если у нас не будет национального правительства, то велика вероятность, что турецко-азербайджанский тандем поглотит нас. А если мы сами будем участвовать в процессе вытеснения России, сформируем национальное правительство и взамен чего приобретем реальных союзников в лице США и Франции и вообще коллективного Запада, установим серьезные отношения с Ираном, стратегически и очень важные отношения с Индией, решим наши вопросы с Грузией и выступим в тандеме, то, конечно, в данном случае произойдет совершенно обратное. Мы будем выступать с вопросом нанесенного нам вреда вследствие оккупации, представ перед миром в качестве правоприемников Первой Республики как оккупированного государства, которое должно быть деоккупировано, и продемонстрируем мировому сообществу, что Азербайджан, Россия и Турция являются оккупантами и захватчиками, и будем выстраивать стратегию нашей внешней политики в соответствии с этим. В данном случае, если даже Турции будут даны дивные обещания дары, она не будет смотреть в нашу сторону. Это полностью иная ситуация. Оставаться в российско-турецких клещах и говорить, что нет другого выхода, является абсолютной глупостью.